Когда вы просыпаетесь, то первым делом вы делаете что? Когда был молодым, пел. А теперь вспоминаю, что же мне такое приснилось. И вот какая-то песня, я ее уже не помню, она не отвязна, пока не позадриваешься ее, бормотишь. Кто ваши учителя? У меня было очень много учителей, очень много. В том числе в школе, наверное, было 2-3 учителя. Был очень хороший учитель по географии. В смысле, не по географии, а в географии. Евгений Ефимович Лизерович, там же Минца Оксана Алексеевич. В методологии Георгия Петрович. Я к учителя своим приписываю еще и Платона с Сократом, и Достоевского, и Гейна. Богатство человек во многом определяется обилием хороших учителей. А что самого интересного вы узнали от Щедровицкого? Наверное, это нельзя определить тематически. Меня потрясла его смелость, смелость мысли. Я увидел, что если мысль правильная, то она смело рубит все. Вот все. Она сильнее всего. Музыка или тишина? А если я скажу, что и то, и другое? Ваше право. Что вами движет по жизни? Ну, наверное, жадность и любопытство. Я жадно хочу успеть все. Любопытно мне все или очень многое. Ваш любимый город? Их тоже очень много, но, конечно, в эту обувь уходит и Москва. Ваша любимая эпоха? Точно, что не та, что не настала. Вообще-то, наверное, античная эпоха, времена Перикла и этого великого поколения. Это 1400-400 годы. Наверное, вот этот период был самым интересным в истории всего человечества. Да, и, конечно же, времена Христа. Главное, что вам дали родители? Жизнь. Любимый писатель и любимый герой? Любимый писатель, безусловно, Достоевский. Вот с героями сложно, потому что их опять очень много. Но, наверное, наиболее таким близким мне это персонаж «Сон смешного человека» Достоевского. А чем вы гордитесь в своей жизни? Предметов для гордости практически никаких нет. То есть я знаю, например, по себе, что, что бы я ни написал, как только это написано, мне перестает нравиться. Почему окончательно? Нет, не с чем гордиться. Жизнь только начинается в? Вот обе матери. Что вы еще не успели сделать в жизни и к чему стремитесь? Не успел я безумно много, гораздо больше того, что успел, гораздо больше. И вот из-за жадности к жизни я во многих проектах стараюсь участвовать. Не потому, что это надо, а потому, что это очень интересно и хочется. И вот таких проектов с каждым днем все больше и больше, как ни странно. И я, как могу, влезаю в них. Ваш любимый режиссер? Вы знаете, долгое время был Тарковский. И до сих пор я очень люблю все фильмы Феллиния. Фантастические. Платон или Аристотель? Конечно, Платон. Я даже могу пояснить, в чем дело. Аристотель – это логика. Я вот его топику, который описывает формальную логику, я раз в шесть читал. Так ничего я не понял. А Платона я… У меня четырехтомник Платона, плюс еще два отдельно изданных. У меня все в этих закладках. Я по духу своему антолог, не логик. Платон безусловный антолог. Соотношение добра и зла на Земле. Это вывел математически точно Лефевр. 62 добра, 38 зла. Этическая асимметрия в мире существует. Боитесь ли вы смерти? Очень. Почему? Я бы даже сказал, я больше всего боюсь немощи. Умереть не страшно, я это делал много раз, а вот немощь и то, что ты страдаешь и не можешь ничем себе помочь, и являешься невероятной тягостью для своих окружающих – это, конечно, страшно. Поэтому очень хотел бы умереть быстро и незаметно для себя. Кто виноват и что делать? Хороший, конечно, вопрос, потому что он требует такого же абстрактного ответа. А я попробую ответить – виноватых нет. И делать ничего не надо. Кому на Руси жить хорошо? А вы знаете, вам практически вопрос остался таким же, каким и был при Некрасове. Никому. И если посмотрим на наших политиков, на нашего президента, на наших, ну, воришей, у них жизнь тоже не стала хорошей. Так бояться мира, скрываясь в броневиках и с жутким экспортом, ничего себе жизнь. Когда ты не можешь выйти и не поговорить с человеком, например. Не можешь, ты его боишься. Вы никогда не… Никогда не был женщиной. Ваша главная ошибка? Ой, это так много, что выбирать из них, какая главная, практически невозможно. Так много наделано глупостей, ошибок и, честно признаюсь, даже подлостей, что ночей не хватит. По ночам они все вспоминаются. Кто на вас произвел наибольшее впечатление в жизни? Вы знаете, наверное, вот самое сильное впечатление в своей жизни, я помню, у меня произвели ессеи, кумранские ессеи. Я даже Евангелие не читал с таким замиранием сердца, как рассказ Амустина о жизни ессеев. Это действительно захватывающий. Я до сих пор под впечатлением от этих двух книг. Ваш любимый художник? Очень трудно опять одного назвать. Ну, например, мне очень нравится Сальватор Дали. И, называя Микеланджело, ну, как-то трудно отказаться и от Рафаэля, и от Да Винчи. Мне нравится Шагал, Врубель, Гоя. Да, конечно, Гоя. Я в Прадо был, там есть отдельное здание отдельное для Гои. И это, конечно, сильно впечатляет, но на меня Гоя произвел такое первое сильное впечатление по книге Леона Фейхтвангера «Гоя или тяжкий путь познания». Мы во многом придаем значение и смысл тем художникам и их картинам, которые мы получили не сначала свое впечатление, а впечатление другого, уважаемого тобой человека. Ну, я бы еще добавил сюда Василия Васильевича Кандинского. Ваша любимая кухня? Ха! Ну, у меня аж есть книга «Жратва» и всякие четыре ее издания. Я опять не могу назвать одну, но обязательно нужно сказать как минимум три. Это русская, итальянская и перенейская, объединяя испанскую и португальскую. Вот эти три кухни, по-видимому, самые лучшие. Ну, мне нравится и немецкая кухня. Мне абсолютно не нравится китайская. Абсолютно. И абсолютно не нравится индийская. Китайская за свою вычуренность, а индийская за то, что это как и все бедные народы, они обманывают свой аппетит. Мяса мало, а пряностей много. Наелся перцем, вроде как сыт. А Бродский или Набоков? А если я скажу и Бродский, и Набоков, причем оба и как поэты, и как прозаики, я тут не различаю. Оба очень сильны. А с чего нужно начинать? Ну, с первых шагов, наверное. Но вообще начинать, наверное, надо все-таки с некоторого духовного опыта. Вот если бы я сейчас опять стал бы маленьким-маленьким мальчиком, я бы, наверное, больше всего стал прислушиваться к этим зовам. Что такое слово «призвание»? Это калькс немецкого «беруф». Руф он звать. Беруф – призвание. Вот если прислушиваться к зову Бога с самого раннего возраста, то ты, очевидно, выйдешь на свое призвание. Ты начнешь отвечать на этот зов. Субтитры создавал DimaTorzok